Приветствую вас. То, что вы описываете, очень похоже на, с одной стороны, завышенные ожидания, иллюзии, с другой стороны, потери личностного смысла и с третьей стороны, очень похоже, что вы как бы, как бы, не свободны. То есть, вот всё, что вы делаете, да, всё, чем вы занимаетесь, вот есть такое ощущение, что вы не свободны, есть такое ощущение, что вы делали всё это, в том числе учились, исключительно только, ну, ради, например, того, чтобы кого-то порадовать, кого-то удовлетворить, например, это, может быть, ваша семья, ваши родители, вот. Это могут быть, в принципе, и кто-то ещё. Вот. То есть, подобная позиция такая, да, позиция такая, она, конечно, приводит к тому, что вы себя, условно говоря, принижаете. Вы принижаете свои собственные желания, вы принижаете свои собственные потребности, вы принижаете то, что вам хочется. Ну, вот. И, в общем-то, по итогу получается, что для себя, для себя в этой истории вы не делаете, в общем-то, ничего. Вот. И так мне видится ваша проблема на текущий момент. Так мне видится ваша история на текущий момент. И вот, собственно, то, что вам нужно сделать, это, пожалуй, разобраться с данными аспектами, вот, которые я озвучил, вот, разобраться с данными элементами, которые я, ну, на которых я заострил ваше внимание, потому что именно с этим может быть связано то, что вы сейчас чувствуете. Вот. Значит, по факту, да, по факту, у вас потерян личностный смысл. По факту, у вас потерян личностный смысл. Что это значит? Значит, это значит, что вы настолько привыкли подавлять свои желания, настолько привыкли, возможно, подавлять свои чувства, вот, что вы уже не представляете себе другую, собственно, жизнь, да, не представляете себе другое, значит, существование, да, существование для себя, существование для, ну, для своих желаний, для своих потребностей. Вот. И вам, вот, нужно, собственно говоря, корректировать данный аспект, вам нужно корректировать данную ситуацию. Вот. Потому что без этого вряд ли у вас что-то изменится. Именно вот без такого корректирования, без ориентирования на свои чувства и на свои желания. Следующий аспект касается, собственно, ожиданий, да, то есть вот, чего вы ждали, когда, например, учились, когда заканчивали, например, университет. Чего вы ждали, на что рассчитывали, чего хотели, вот, мне кажется, что это было бы тоже весьма, весьма, весьма и весьма полезно для вас поработать в этом направлении тоже. Значит, смотрите, значит, что происходит, вы поступили в университет, да? Поступили вы в университет для чего-то, да? То есть вот, по какой-то причине вы поступили в университет. Давайте вот сперва просто ответим себе на вопрос, да? Зачем? Зачем? Зачем вы поступили в университет? Зачем вы начали учиться? Для чего вы начали свое обучение? Вот, какой целью? Чего вы от своего обучения ожидали? Чего хотели? Вот. Как вы выбрали, собственно говоря, свою профессию? Вот. Ага, пошли ли вы на эту профессию сами, по своему желанию, или вас заставили, вот, или вы пошли туда просто от безысходности какой-то. Вот. То есть тут нужно смотреть, изучать и исследовать, потому что личный смысл, да, он потерялся у вас либо до того, как вы закончили еще университет, вот, либо ситуация произошла сразу после университета, когда вы выполнили вот эту вот задачу, которую перед вами поставили, да, например, родители, ваша семья, да, она поставила перед вами цель, задачу поставили перед вами, чтобы вы закончили университет, например. То есть речь шла даже не о том, чтобы вам работать, да, не о том, чтобы трудоустроиться, вот, нет, об этом речи не шло. Но, как я понял, как я понял, как я понял, об этом речь не шло, как таковой, вот, но речь шла о, именно, завершении университета, вы почему-то ждали для себя это важнее, это принципиально важная задача, видимо. Ну, а дальше у вас просто появилась, получается, какая-то пустота, да, и вы не знаете теперь, что вам делать, куда податься и так далее. Ну, нужно смотреть, еще раз повторю, да, нужно смотреть, ради чего и для чего вы поступали в университет, да, зачем вы это делали. Вот, я думаю, что это вам подскажет историю ваших чувств. Вот, значит, возможно, вы себя загружали излишне. Такая история тоже может быть, если вы много работали, много работали, много учились, о себе не заботились, о себе не беспокоились, вот, то вполне может быть, что вы просто израсходовали весь свой ресурс, вот. Такое, в общем-то, тоже бывает, в таком случае вам нужно просто немножко отдохнуть, вот. Ну, именно вот, именно на данный момент, именно на данный момент, вам нужно немножко отдохнуть, привести себя в порядок, поделать что-то, может быть, для себя, вот. А может быть, может быть, вообще ничего не делать, вот, такая история тоже возможна. То есть, тут можно, пока что, на данный момент, можно только лишь предполагать, вот, относительно того, что с вами происходит. Вот, значит, чтобы стать жизнерадостной, нужно, чтобы то, что вы делали представляло для вас живой интерес. Для этого, для того, чтобы то, что вы делали представляло для вас живой интерес, нужно, чтобы вы занимались тем, что вам нравится, вот. А не то, что нужно делать, вот, если вы будете заниматься тем, что вам нравится, если вы будете заниматься тем, что в ваших интересах, вот, то я предполагаю, что, в общем-то, вам будет гораздо легче. чем сейчас. Вот. Но вы этого, на мой взгляд, не делаете, как раз таки. Потому что, если бы вы действовали в расчете на себя, то мне кажется, что после института, как вот вы закончили университет, да, вы бы уже знали бы, что вы будете делать дальше, у вас был бы готовый план, вот. Либо вы, там, могли бы, могли бы, например, отдохнуть, просто, да, там, ну, не обязательно, да, что-то делать, не обязательно чем-то заниматься. Ну, вот, то есть, у вас сейчас, по сути, такой, как бы, кризис, да, по сути, вот. Вот, и кризис, да, кризис это свидетельство того, что те модели поведения, которые у вас работали раньше, вот. Теперь не работают. И нужно менять именно их. Вот. Вот. Нужно менять именно эти модели. Не всегда это легко. Не всегда это... Безболезненно. К сожалению. Вот. Но, если вы хотите, значит, стать жизнерадостной, то делать нужно это. Вполне возможно, что есть у вас и некие такие... Внутри личностные конфликты, вот, которые мешают вам, которые отнимают у вас много сил, вот. Вполне возможно, вполне возможно, что есть такая история у вас. Вот. Если... Если... Есть какие-то конфликты у вас, то с ними, в общем-то, я предлагаю работать, да. С ними я предлагаю вам что-то делать, вот. И, соответственно, таким образом вы сможете подкорректировать свое текущее состояние. Вот. А вернуть, именно вернуть жизнерадостность, как вот вы говорите, вернуть энергию у вас не получится, любовь к жизни. Эээ, потому что, ээээ, у вас ее никогда не было. Понимаете, у вас никогда не было ее. Вот. Вернуть то, чего не было, сами понимаете, в общем и целом, нельзя. Поэтому я предлагаю вам все-таки смотреть на ситуацию, вот, ээээ, ну, скажем так, достаточно реалистично. Я предлагаю вам смотреть на ситуацию достаточно здраво, чтобы, ну, не обнадёживать себя. Вот, что все вот просто возьмет, да, и само собой нормализуется, нормализуется. Вот. Это кризис, и 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 нужно работать. А вот, примерно так можно ответить вам на ваш вопрос. А, надеюсь, что это было полезно. Понимаю, что немного, понимаю, что этого недостаточно. А, вот, эээ, но, тем не менее, информации вы о себе предоставили до суда достаточно мало. Поэтому вот, как, как вы представили свой вопрос, так я и постарался на него ответить. А, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи!